В приоритете то, что касается жизни, благополучия и здоровья людей. А потому главная поправка перед вторым чтением – добавить в казну здравоохранения 100 миллионов рублей на капитальный ремонт больниц. Итого, сумма на здравоохранение в 2021 году – 30 миллиардов рублей. Больше всех беспокоит на сегодняшний день это здравоохранение. На здравоохранение заложено 30 миллиардов рублей. Это огромные деньги. Для сравнения, могу сказать, в 2006 году Ульяновская область на здравоохранение тратила 2 миллиарда рублей. На поддержку местных инициатив добавили 45 миллионов рублей. Остальные сферы не обижены. Расходная часть у всех заложена с ростом. Представители счетной палаты назвали бюджет сбалансированным. Настолько, сколько позволяет ситуация в мире сегодня. И отметили, в 2021 году особенно важно вести борьбу за эффективную трату каждой копейки бюджета. Усилий только контрольных органов, как бы они ни старались, будет недостаточно. Очень важно, чтобы в голове у каждого управленца, который работает и на областном, и на муниципальном уровне, четко прослеживалась бы мысль, что эффективность расходов каждого государственного рубля является первостатейной задачей. Изменения потерпел и бюджет 2020-го. Федеральный центр направил дополнительные средства в регион для борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы вносим в закон об областном бюджете, а именно это 492 миллиона рублей, которые были направлены на дополнительное оснащение, перепрофилирование конечного фонда для больных коронавирусной инфекцией. Также мы получили 131 миллион рублей, которые войдут в закон об областном бюджете на 2020 год. Это материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения для борьбы с коронавирусной инфекцией. А еще более миллиарда рублей на обеспечение зарплаты бюджетникам до конца 2020 года. Напомним, второе чтение бюджета пройдет в эту среду, 25 ноября.